Славинский район успешно сочетает отличный сельскохозяйственный сектор и развитую промышленность. У муниципалитета есть хороший потенциал и все шансы стать одним из центров индустриальных технологий Краснодарского края. Об этом и о многом другом шла речь во время рабочей поездки в район министра промышленной политики Краснодарского края и директора Фонда развития промышленности региона. В настоящее время промышленную продукцию в нашем районе выпускают 105 предприятий. При этом ведущие производства оснащены современным оборудованием, располагают лабораториями с высоким уровнем компетенции сотрудников. Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько и директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев, глава Славянского района Роман Сенеговский и его первый заместитель Евгений Колдамасов посетили производство строительных материалов, а также предприятия радиоэлектронной, химической, легкой и фармацевтической промышленности. Славянский кирпич – один из крупнейших производителей на юге страны и в Европе. Он нарастил в своей мощности до 180 миллионов штук обожженного кирпича в год. Руководство завода уделяет особое внимание научным разработкам в области производства керамических материалов и современных методов проектирования и строительства. Трикотажное производство Белара не нуждается в особой рекламе. Это многократный обладатель знака качества, сделанного на Кубани. Продукцию, ассортимент весьма обширный, знают во всем Краснодарском крае и за его пределами. Предприятие располагает собственным арт-бюро. С государственной поддержкой мощности компании полностью модернизированы. Еще одно предприятие, на котором побывали министры и глава района – это компания технологии автоматизации управления, которая обладает конструкторским бюро и штатом разработчиков программного обеспечения. Сегодня здесь создан полный цикл производства программно-аппаратных комплексов для систем контроля доступа и управления. Система контроля доступа – это инструмент успешного руководителя. Компания помогает предприятиям понять, как взаимодействуют его структуры, выявить проблемные места и повысить эффективность работы. Абразив для каждой девятой губки для уборки в России производят на мощностях предприятий национально-химической компании. В Славянске-на-Кубани с 2019 года работает один из двух ее заводов. Было посещено предприятие, где выпускают механические моющие средства из абразива. Одно из немногих в России наукоемких фармацевтических предприятий – «Имбианлаб» – Славянске-на-Кубани реализует инвестиционный проект производства лекарственных средств. Выпускаются системы для лабораторной диагностики различных заболеваний, биохимические реагенты и биологически активные добавки. Славянский район в 2023 году и в настоящее время уверенно наращивает объем отгрузки продукции собственного производства. Учитывая огромный промышленный потенциал муниципалитета, министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что есть готовность поддержать производителей субсидиями в рамках отраслевой госпрограммы и обеспечить продвижение продукции на внутреннем и внешних рынках. Продолжение следует...